Друзья мои дорогие, добрый день! С вами Катя. Я вас как всегда приветствую из нашего города, из Кенчана Терми. Для тех, кто первый раз попал на мой третий канал, я хочу представиться. Я являюсь официальным экскурсоводом Рима и Ватикана. Я являюсь журналистом. Это мой третий канал, мое любимое детище. Ну и как всегда, под сюжетом в описании я оставлю ссылку на мой основной канал, где под 300 тысяч подписчиков. На мой второй канал, под 100 тысяч подписчиков. Телеграм-канал. И спасибо большое за донаты. Спасибо большое. Друзья, получила два доната. И спасибо моим подписчикам, которые просматривают мой контент, впоследствии вот этой ссылки с территории Российской Федерации. Я и другие блогеры, мы вам очень-очень благодарны, что пользуетесь вот этой вот ссылкой. Я сейчас зашла к моей подруге, к Беате. Давно я ее не видела. Зашла на шприц. Не видела я ее, наверное, полгода. Всем привет, друзья мои дорогие. Вот мой зелененький, а Беаточкин светленький. У меня вот такой вот зелененький готовит. А у нее какой-то тоже напиток. У меня зелененький шприц. Красиво, красиво. Ням-ням. Немножко релакса, да. Чуть-чуть. С такой закусочкой, здорово. Субтитры сделал DimaTorzok, но он отдал, что за часы. Субтитры сделал DimaTorzok, который претендовал, что я на других. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавлясь. Добавлясь. Продолжение следует... Друзья мои дорогие, мне приятно было начать сегодняшний сюжет с небольшой заставки, которую я сняла вчера. Вчера во время прогулки зашла к моей подруге, к Беате, те мои подписчики, которые давно смотрят мои каналы. И основной канал, и второй канал, конечно же, вы Беату прекрасно знаете. Беата из Польши, очень много лет живет в Италии. Вот у нее такое небольшое кафе, находится прямо в центре, практически на площади Италии. А точнее, напротив отеля Фонти, он принадлежит сыну полковника Каддафи, Саади Каддафи. Саади Каддафи, он когда-то играл у нас в команде футбольной Перуджа, это соседний город. Ну и, в общем-то, вот этот отель напротив, который вы могли видеть, он принадлежит ему. Ну, вроде там, как говорится, оформлен он на каких-то других подставных лиц, но, в принципе, по сути, все знают, что единственный хозяин этого отеля – это Саади Каддафи. Ну, ладно, это как бы такая небольшая риторика. В общем, я вчера пошла к Беате в гости, посидели у нее, выпили спритс, час поговорили. Поскольку у нее кафе находится в центре нашего города, ну, мы немножко решили промониторить события. И, в принципе, что у нас происходит в городе. Ну, что касается туризма, у нас с туризмом в Кенчану-Терме дело не очень хорошо обстоит. Я сразу могу сказать, что есть такие города крупные, там, допустим, на севере, вот район озера Гарда, или вот точно так же Тоскана, но такие, скажем, более элитные места побережья Тосканы, там туристов очень много. Вот, то есть туристы, они все у нас сейчас локализуются в таких топовых местах. Но, в общем-то, всем городам Италии, к большому сожалению, не перепадает. Поэтому у нас в городе сейчас в основном проходят спортивные сборы. Ну, и вот за счет спортивных команд, в общем-то, каким-то образом, каким-то образом туризм все-таки поддерживается. За счет тех людей, которые приезжают ради наших терм. Поэтому, что касается туризма, в этом сезоне он у нас все-таки проходит так на тройку. Вот. Теперь мы сейчас с вами поговорим обо всем, об остальном. Вообще, какие у нас события развиваются. События в связи вот с тем, что, как я вот говорила всегда, да, вот эти вот, вот это время последнее. Сначала у нас было ха-ха-ха, а потом у нас начались вот эти вот самые ложечки, там, за маму, за папу, за дедушку. Сейчас пошли там планировать с октября, там, за прадедушку и так далее. Но результаты, они уже выходят. И, в общем-то, как по прогнозам, что это только первый этап, только первый шаг. Потом у нас будут другие шаги. И, в общем-то, надо готовиться еще в течение года. То есть, результаты ложечек за маму, за папу, за дедушку, в общем-то, они в Италии. Я говорю исключительно только про Италию. Они покажут себя в течение еще года, первого года. Значит, на данный момент, что мы имеем? Вот, опять же, поговорю с Беатой. Беата, она придерживается в отношении ложечек такого же мнения, как и мы с вами. Вот. И, опять же, хочу подчеркнуть, поскольку у нее кафе находится в самом центре, она в гуще событий. Значит, первый момент, который у нас присутствует в городе, то, что у нас очень здорово работают психотерапевты, потому что очень у большого процента людей самая настоящая депрессия. Депрессия и, в общем-то, со всеми вот этими выходящими последствиями. И я не знаю, как в других странах, вы мне потом напишите в комментариях, такая же востребованная или профессия, профессия психолога или психотерапевта в других странах. Потому что, если говорить про наш регион, про наш город, то получается, что вот именно профессия психотерапевта и психолога, она выходит у нас сейчас на первое место. Поэтому вы не удивляйтесь, почему, в принципе, вот мой малый канал, третий канал, я стараюсь посвящать именно этим вопросам, потому что это хочешь ты или не хочешь, но эта проблема очень насущная. Поэтому, как с вами говорили, так и будем говорить об этих вот, обо всех абьюзерах. Кстати, со мной связалась девушка из Москвы, профессиональный психолог, которая занимается темой вот этих вот самых абьюзеров. И мы с ней обязательно спишемся, мы с ней обязательно запишем интервью. Вот по этому поводу интервью выйдет на моем вот этом третьем канале. Поэтому она считает, что вот эта тема, она очень насущна, поэтому мы обязательно-обязательно с ней свяжемся, интервью будет готово. Но не на этой неделе, на следующей неделе, я обещаю. Поэтому вот у нас, значит, тема депрессии. Потом следующее у нас, друзья, вот об этом я хочу вам рассказать отдельно, это вот тема мотора. Это тоже вот как бы последствия вот этого вот обжирательства вот этих вот ложечек. Вы знаете, у нас стоит целая очередь, оказывается, на пасмеке. Знаете, что это такое, да, который ставится такой агрегат, ставится вот сюда, там кому-то на 10 лет, кому-то на 17 лет. Вот, то есть у нас такой проблемы никогда раньше не было. То есть я знаю, что в каких-то случаях он действительно устанавливался, когда какие-то проблемы были, старые проблемы, может быть, там врожденные проблемы, или то, что люди приобретали в молодости, там может быть стрессы, может быть какие-то большие физические нагрузки, там и так далее, и так далее. Так вот у нас сейчас очередь стоит на эти самые пасмейкеры на 3-4 месяца вперед. Вот только вот у нас Ноттол и плюс еще Сиена. То есть я вот никогда не интересовалась раньше этим вопросом. Я знаю нескольких людей лично, у кого пасмейкер стоит, но я никогда не думала, что сейчас это будет востребовано. И, в общем-то, как результат, то есть люди, которые никогда раньше не имели вот таких вот проблем, то есть как бы все было, если даже мы с вами апеллируем возрастом, там за 50, за 60, то есть как бы все показатели вот эти вот, они соответствовали каким-то возрастным особенностям, но тут вдруг резко, буквально резко, вот эти ложечки прошло буквально несколько месяцев, и показания возникают для того, чтобы устанавливать пасмейкер. Вот это мне очень интересно, конечно, хотя это печально, я отдаю отчет тому, что это весьма печально, но мне все-таки хотелось бы, чтобы вы в комментариях написали, опять же, в какой бы стране вы ни проживали, мне будет очень интересно, промониторите, пожалуйста, и потом вы это, в общем-то, все мне потом расскажете, как обстоит дело вот в ваших городах. То есть, смотрите, я тоже слышала, сама слышала об этих пасмейкерах, и когда вот я заходила к Никулете, к нашей парикмахеру, там тоже об этом говорили, вот, вот, но плюс еще поговорил вот с Биатой, то есть я не пытаюсь рассказывать что-то от себя. То есть, если какая-то новость проявляется, друзья, естественно, я пытаюсь изначально это все как следует промониторить, выяснить, изучить, а потом только, соответственно, вам об этом рассказывать. Значит, это вторая причина. То есть, опять же, хочу сказать, вот что касается пасмейкеров, тут в основном мужчины. Я не знаю ни одну женщину, ни одну женщину, которые должны были бы установить вот этот вот агрегат, но, в принципе, у женщин до менопаузы, как бы, таких проблем, как правило, сердечных не возникает, только после. Ну, в принципе, в общем-то, я знаю женщин разной возрастной категории, но вот не слышала. А что касается мужчин, очень-очень-очень много. То есть, целая очередь стоит. То есть, раньше говорили таким образом, чтобы установить пасмейкер. Там стояла очередь где-то на месяц, а сейчас на несколько месяцев вперед. То есть, такая проблема, она, видимо, усугубилась. Это следующее. Теперь, если говорить, опять же, о психологических моментах, друзья, я понимаю, что, конечно, эта тема, она очень-очень деликатна, и, может быть, не всем эта тема понравится. Кто-то скажет, что, наверное, этот вопрос не надо было затрагивать. Но я все-таки хотела бы на эту тему поговорить. Значит, эта проблема у нас очень остро стоит. Это проблема мужской импотенции. Причем, надо сказать, достаточно ранней. Я понимаю, что после 50 лет как бы сбои какие-то определенные, они могут присутствовать практически у всех. Практически у всех мужчин. Поэтому в этом смысле, как говорится, наша женская участь, она более легкая. У мужчин после 50 лет это может быть по-разному происходить. Кому-то больше повезло, кому-то меньше повезло. Но вот, опять же, если говорить, как результат, это вот это, вот это, тут прямо какая-то просто прямая зависимость. Я имею в виду ложечки. Она существует. То есть, скажем так, что, ну, извините, такая деталь, но все-таки тоже мы это мониторили, мы на эту тему говорили, в том числе со специалистами здесь. То есть, если, допустим, вот после 50 лет, там, допустим, определенный мужчина, у него, значит, там сбои были, допустим, там в этом смысле, там 50 процентов или 30 процентов во время связи, да, то тут получается, что наоборот все. То есть, в основном, в основном одни только идут сбои и в очень редких случаях, когда, в исключительных случаях, когда, в общем-то, хочется очень деликатно, конечно, говорить на эту тему. я тут не имею такой практики, надо смотреть специалистов этого профиля, у них легче получается об этом рассказывать, поэтому я стараюсь все-таки деликатничать, но вот такая вот зависимость есть. То есть, опять же, то есть, вот как бы каждый мужчина, находясь с собой наедине, вот он говорит, да, что до ложечек, там, за маму, за папу, за дедушек, то есть, как бы я там свои сбои об этом, обо всем имел представление, но что-то как-то вот после, это исключительно только вот обострилось, но когда они идут к соответствующим специалистам, понимаете, да, специалисты, они начинают отправлять кому? К психологу. Это, опять же, мы с вами сейчас возвращаемся к первой теме, что у нас вот профессия психологов и психотерапевтов, она у нас сейчас самая-самая такая вот актуальная, поэтому первое, это депрессия, то есть, с чего мы с вами начали, к тому мы сейчас с вами будем возвращаться, депрессия. И, опять же, к этой самой категории относятся теперь и вот эти вот лица несчастные наши, которые поверили. И результат, что, в общем-то, те специалисты, которые, урологи, они могли бы помочь в данной ситуации, они как бы от этого дела открещиваются, говорят, нет-нет, это вот не к нам, это исключительно такой психологический фактор, стрессовый фактор, поэтому идите, пожалуйста, к психологу, пусть вот психолог попытается вас там разблокировать, там ваши мысли, и у вас будет все опять прекрасно, как было раньше. Они говорят, нет, это дело в чем-то вообще, в другом, в общем-то, в нехватке определенных импульсов, которые возникают, скажем так, в момент возбуждения, вот, импульсы должны поступать, соответственно, вы понимаете, куда, а они, видимо, не поступают. Вот, поэтому вот такие проблемы, у нас три проблемы, главные, которые я вам перечислила, которые просто, в общем-то, народ действительно наблюдает. И вот опять же хочу сказать, что в первую очередь, вот, вот, там у женщин тоже, конечно, достаточно много депрессий, депрессивных состояний, в связи с событиями, вот, но это если связано там с работой, связано еще с какими-то там семейными обстоятельствами и так далее, скажем, такие рутинные, достаточно банальные вещи, вот, а вот почему-то по мужчинам, по мужчинам, это ударило в более такой, скажем, форме, в сильной форме. Поэтому, друзья, потом вы мне напишите в комментариях, тоже промониторите, было бы интересно, конечно, посмотреть и оценить ситуацию в других странах, и действительно ли вот вот профессия психолога, она сейчас наиболее применима. То есть, скажем так, с последствиями вот этих вот ложечек, куда бы как ни вылезало это, да, в разные, в разные сферы. связанные с нашим телом, вот, но все равно отправляют туда и, в общем-то, списывают все негативные особенности, негативные последствия списывают именно на психологическое состояние. Поэтому вот прослеживается вот такая вот, друзья, у нас особенность. И, да, у нас, в общем-то, люди, вот наша группа Кинчану Терми, куда входит и Беата, в том числе, группа у нас достаточно большая, около ста человек, и, в общем-то, группа у нас закрытая, никого со стороны мы не допускаем, но мы вот эти темы, мы очень-очень активно обсуждаем. И я хочу сказать, что вот, то есть стоит привести какой-то определенный пример, и потом, соответственно, все остальные пользователи, то есть те, которые состоят в нашей группе, вот, приводят огромное количество примеров, частных примеров, примеры, связанные там со знакомыми, с родственниками, у кого наблюдается аналогичная проблема. Поэтому, друзья, я даю полную гарантию, что та информация, которую я вам предоставила, она подлинная. Вот. Интересно было бы знать, как обстоят дела в других городах. Но вообще, я хочу сказать, сегодня пятница, обязательно куда-то надо будет всем нам вечером выйти, пойти в кафе, там, с семьей, с друзьями, и так далее, и так далее. Найдите себе обязательно хорошую компанию, вот, обязательно куда-то вечером сегодня сходите, лето заканчивается, уже на носу первое сентября, как быстро лето вот это пролетело, правда? Вот. И все, это последние летние дни, поэтому дайте себе возможность отдохнуть, дайте возможность себе, чтобы у вас об этом лете все-таки остались очень хорошие воспоминания, поэтому берегите себя, а я вас очень-очень люблю, и мы с вами увидимся в следующий раз. Субтитры сделал DimaTorzok